Ну, если демократическая Япония вряд ли будет использовать свои экономические преимущества и посягать на территории ныне контролируемой РФ, то вот Китай вполне себе может. В Поднебесной также видят нищету и разруху на некогда своих территориях. И хотя пока в Поднебесной умело прикидываются союзниками РФ, время от времени, правда, проскакивает. Так, генеральный консул КНР в РФ Сунчуанзян сравнил аэропорт Иркутска. С чем бы вы подумали? Правильно, с автобусными станциями в китайских уездах. Очень похоже на наши автобусные станции в уезде. Я сам живу сейчас, обратите, живет в одном же поселке в провинции Тяньсу. Это поселок сейчас построен метро. Метро к центру уезда. Ну, что тут скажешь. Это он, в отличие от вас, еще не видел, как в России круто дамбы строят.